Мама, папа моя? 88 лет они. Вот они, правда мне. Родственники говорят, бабушка Анна бережно хранила этот снимок. Привет из далекой молодости. На девятом десятке она уже не вставала и не выходила из собственной спальни. Здесь и умерла. Когда начался пожар, у старой женщины не было шансов. Десятилетняя Настенька могла избежать страшной смерти, но по привычке побежала в коридор, к двери. Она вот здесь лежала, здесь лежала. Конечно, она сгорела. Села своих близких родственники не видели и без того заливались слезами на пепелище. Большая семья из маленького домика выбиралась глубокой ночью. Через окно вытолкнули младшего ребенка, выбрались сами. Настю и бабушку Анну из пепла выносили уже эксперты. В ходе первичного осмотра на трупе бабушки имелись ярко выраженные розовые пятна, что свидетельствует о том, что она отравилась угарным газом. А на теле девочки имелись ярко выраженные ожоги. Спасти несчастных могло бы только чудо. Люди были бессильны. Хотя на пожаре сбежалась вся крова и вороща, подступиться к полыхающему дому просто не смогли. Нереально было вообще залезть. Мы с этим соседом были, но невозможно просто это сделать. Хотели помочь? Ну, естественно. Но там уже все. Уже после эксперты скажут, огромный пожар начался от маленькой свечки. В районе отключили электричество. Огню было где разгуляться. Все нутро дома деревянное. Даже экипированные пожарные не сразу смогли войти внутрь. Почти пять минут они пытались остудить полыхающие стены. Накалилась до такой степени крыша, что внутренняя отделка, обрешетка и стропила начали гореть изнутри. Крыша, да. Пришлось нашим пожарным подразделениям фронтон боковой вскрывать и полностью проливать. Изнутри полыхнула стена вот этого соседнего дома. Прямо на глаза хозяев строение загорелось само по себе. И за считанные минуты ладный отремонтированный дом начал обугливаться. Крыша выгорела вся. У нас крыша стоит на добром слове ветерок. Она вся упадет. Там нет ни стропил, ничего нет. Там все сгорело. Теперь по всему дому тазы и тряпки. Собирают воду. Но это еще ничего. Главное, сами живы. Ведь этот пожар не первый. Неделю назад в дачном массиве погибли двое детей, их бабушка и дедушка. Они говорят, вот один труп, второй труп, третий труп. Ну все, вроде на трех остановились. Когда приехали дознаватели, вот, говорят, еще один ребенок. От двухэтажного дачного дома почти ничего не осталось. Хотя строение было солидным, с кондиционером, обогревателем, стиральной машинкой. Эксперты скажут, это техническое богатство и погубило жильцов. Проводка не выдержала. Вообще, именно сейчас эксперты просят обращать внимание на каждый прибор и каждый огонек. Первая холода – самое жаркое время для огнеборцев. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.